Девушки отдыхают QuakeCon готов к очередному мероприятию, и уже в конце июля в Далласе сразятся лучшие мастера. Новый джойстик, который даст фору многим современным геймпадам. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим пистолет USP в Counter-Strike Source. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями игры между командами MGC и Team 46. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Анонсирован британский отборочный тур финального этапа Electronic Sports World Kyber Game 2008 в Сан-Хосе. В этом году квалификация пройдет в известном Омега-сектор. Чемпионат сверет огромное количество игроков под одной крышей. Атлеты будут состязаться по Counter-Strike 1.6, Trackmania Nations, Quake 3 Arena, а также Warcraft 3 The Frozen Throne. Как вы знаете, в последнее время Warcraft 3 Community пристальным взглядом следит за изменениями в составе немецкой команды MTW Poker Room, которая из-за невыразительного выступления на лигах NGL1 и Warcraft 3 League делает важные перестановки в своем составе. К примеру, недавно стан команды пополнил корейский эльф Чек. Но для равновесия ее состав покинул бразилец Патон. Он решил сосредоточиться на учебе. По завершении квалификационной стадии турнира состояла жеребьевка группового этапа European Nations Championship в дисциплине Counter-Strike 1.6. Нашей сборной на этот раз улыбнулась фортуна и попалась не самая сложная группа, сравнимая с первой группой. Россия оказалась в группе с Польшей, Голландией и Данией. Именно эти три сборные, по нашему скромному мнению, составят главную конкуренцию нашим ребятам за выход в плей-офф. Нельзя списывать со счетов и Францию. Куэй-Кон готов к очередному мероприятию, и уже в конце июля в Далласе лучшие мастера в этой дисциплине сразятся в рамках Куэй-Кон 2008. Турнира с богатейшей историей, равных которому по пальцу можно сосчитать. Итак, как вы поняли, в этом году турнир вновь пройдет в Далласе, Техас. Как обычно, любой желающий может принять участие в ивенте. Добавим, что регистрация будет доступна на официальном сайте. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Тема сегодняшнего урока – пистолет USP в Counter-Strike Source. USP – стартовый пистолет-контров, который, по мнению многих игроков, ставит их в более выгодное положение по сравнению с террористами. Без преувеличений можно сказать, что USP – один из лучших пистолетов игры. Серьезная убойная сила и вместительная обойма на 12 патронов дают возможность выйти победителем почти из любой ситуации. Основные преимущества USP – высокая скорострельность и отменная точность попадания. Глушитель увеличивает меткость, особенно на дальних расстояниях, но сильно снижает урон, наносимый противнику, одетому в бронежилет. Чтобы не снижалась меткость, лучше всего выстреливать по 2-3 патрона одновременно. Основная функция глушителя, то есть обеззвучивание выстрела, вряд ли поможет вам одурачить опытного игрока, зато даст возможность от души покуражиться над новичками. Одна из особенностей этого пистолета – отдача. При выстреле ствол идет вверх с небольшими отклонениями то вправо, то влево. Поэтому целиться из USP лучше всего в плечо или шею противника, тогда следующая пуля угодит ему прямо в голову. По сравнению с терроровским ГЛОК-17, USP уступает ему лишь то, что обоймы у него меньше. Если вдруг закончился боезапас, вы можете стать легкой добычей бойца вооруженного ГЛОК, у которого в распоряжении 20 патронов. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Новая клавиатура с весьма необычным дизайном. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями игры между командами MGC и Team46. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Представляем вашему вниманию джойстик от компании Citec P2500. По характеристикам он даст фору многим современным геймпадам. У него есть практически все, что только может пожелать игрок. Интерфейс USB, поддержка стандарта 1.1.2.0, Plug and Play. Имеет восьмепозиционную крестовину, восемь настраиваемых кнопок и два нажимающихся мини-джойстика. Также есть функция виброотдачи, которая делает игры более реалистичными. Прорезиненные рукоятки препятствуют скольжению. Знакомьтесь, клавиатура Razer Lycosa. Несмотря на полный минимализм, дизайн весьма стильный, элегантный и необычный. В первую очередь, внимание привлекают четкие углы выреза в центре подставки для запястья и симметрично на дальнем крае, а также оригинальные обводы. Кнопки короткоходные, с подсветкой. Буквы на клавишах сделаны из прозрачного пластика, которые теряются в черных кнопках. Так что при ярком свете их почти невозможно различить. Новая клавиатура Cezar имеет весьма необычный дизайн. Ее клавиши выполнены из алюминия толщиной 2,5 мм и закреплены на сетке из стальной проволоки толщиной 0,6 мм. В результате периферийное устройство при вполне стандартных габаритах весит внушительный 1,5 кг. В части функциональности клавиатура может похвастать поддержкой быстрого доступа к функциям Windows Vista пятью клавишами для управления медиаплеером. Мышь Genius Ergo R800 – это беспроводной вариант эргономичной мышки 525. Для своей ценовой ниши – хорошее сочетание цены и качества. Отлично реализовано питание, заряда хватает на длительное время. Вполне подойдет как для домашнего использования, так и для работы, без серьезных требований к техническим данным. Эта мышь подойдет только для игроков в стратегии. Для игры в различные шутеры у мышки слишком медленный отклик, что может сказаться на качестве игры. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня вы станете свидетелями очередного матча между командами NGC и Team 46. Клуб Team 46 представляет интересы города Курск, однако состав полностью состоит из московских игроков. Состав, конечно, был сформирован недавно, в августе 2007 года, но уже смог доказать общественности, что не зря находятся в числе топовых команд КСС в России. Они выступали следующим составом. Команда NGC существует с весны 2005 года, но за плечами ребят уже довольно-таки много достижений различного уровня. Средний возраст около 21-22 лет. Они очень много времени проводят вместе и постоянно общаются друг с другом в неформальной обстановке. Одним словом, это веселые и жизнерадостные ребята. Был представлен следующий список игроков. Капитан Александр Лимпер Ловков. Сергей Айсберг Саблев. Кирилл Тифон Соловьев. Антон Хаксфлакс Загуменов. Андрей Марковко Ермаков. Сегодня команды зашлись на всем известной карте Дэ ДАС-2, чтобы доказать, кто из них лучший. А мы с вами посмотрим, кому углубнется удача. Первый раунд. Данери старты и команды бросаются в атаку. Низ, Аби и Тесак в темный нижний. Диадлас держит зигзаг и центр. Молекуляр направляется к Б. Курская тройка Низ, Аби и Тесак расправляются в центральных дверях с двумя контрами и продолжают свой стремительный натиск на Б. Айс ходит Диадласа в центре, а в это время молекуляр на Б выстреливает патрон в голову Морковки. Затем он же устанавливает бомбу. Айс убивает Аби у дырки, а затем гранаты Тесака, но с молекуляром ему справиться не удается. Позже и с последним контром разрешает вопрос Низ. Неплохое начало поединка, особенно для Тим-46. Команда М.Дж.Си проводит серию экономических раундов, но это не помогает. Им никак не удается справиться с соперником. Пятый раунд. Команда М.Дж.Си закупается Дезерт Иглом и разбегается по сторонам. Лимпер на зигзаг, Тифон и Морковка на Б, Айс и Айсмен у дверей. Морковка метким выстрелом в голову ликвидирует Тесака. Аби убивает Лимпера, который неудачно высовывается из зигзага. Этим временем Низ ходит Айсмана у дверей. Низу тут же мстит Айс за своего ледяного друга. Аби кладет еще и Тифона. Морковка ликвидирует Диадласа, но тут, откуда ни возьмись, вырисовывается Молекуляр. И больше нет Морковки. Аби минирует А, но почти тут же погибает от Дигла Айса. Молекуляр через секунду завершает раунд победой над Айсом. 5-0 в пользу Тим-46. К 10-му раунду москвичи проснулись и начали играть. Три раунда подряд они выигрывали у Курян. Счет стал 5-3. МГС вырывается вперед и начинает лидировать в счете. 8-7. Команды поменялись сторонами. Остается совсем немного времени до того, как мы наконец-таки узнаем имя победителя. К 6-му раунду Тим-46 обзавелись оружием посерьезнее, чем в предыдущем раунде. Они все еще могут бороться за победу. Молекуляр оперативно работает слоном против Айса, но его неожиданно подбрасывает граната Лимпера. Морковка расправляется с тесаком в темной нижней. Диадлас поджидает его у центральных ворот, но для Морковки это уже не помеха. Бомба заложена. Контры бросаются на разминирование. Все усилия Тим-46 пробить оборонное кольцо соперника и прорваться к бомбе потерпели фиаско. 6-0 в пользу МГС. Итак, в непростом противостоянии одинаково сильных команд со счетом 16-8 не проигрывает команда МГС. Они нашли в себе силы не только на то, чтобы сравнять счет, но и вырвать победу у соперника. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное, новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова